У человека есть душа. У души есть три энергии. Вот сознание, вот когда вот, допустим, тело живое, да, вот я живой, у меня глаза хлопают, там температура тела есть какая-то, от меня что-то исходит. Приятный человек, неприятный человек. Вот от меня что-то исходит. Это называется энергия сознания. Вот от трупа ничего не исходит. Невозможно понять, приятный он человек, неприятный. Ну просто от трупа все. Потому что там нет энергии сознания. Энергия сознания дает приятный, неприятный, как бы хорошее настроение, плохое настроение. Это энергия сознания, это энергия души. Запомнили? У энергии сознания или у души есть три составляющие, три спектра всего энергии. Первый спектр – это энергия счастья. Она выражается в хорошем настроении, в любви. Я всех люблю, у всех хорошее настроение, все, у меня все классно. Это первый аспект энергии души. Счастье или хорошее настроение, или любовь. Это одна и та же энергия. Понятно? Вторая энергия называется энергия знания. Я все понимаю, все осознаю, мне все понятно. Энергия знания, когда плохо движется в теле, человек даже спать не может. Он думает, блин, ну что же такое, что же делать, а? Ну вот цитаты, цитаты, что же делать? Не хватает энергии знания. Если энергии знания не хватает, все понятно, что делать. Бывает, судьба пригрушает счастье. Судьба – энергия времени. То есть она что делает? Время. Она нам всегда строит экзамены в жизни. Так действует время, всегда экзамены. Есть три варианта экзамена. Первый вариант – закрывается краник счастья. Человек не чувствует счастья, и все. Но его же надо вырабатывать, если ты не чувствуешь. А человек ждет, когда оно придет. Неправильное мышление. Второй вариант – закрывается краник энергии знания. Человек чувствует, ничего не соображает, что делать. Он метаться начинает. Не понимает, что нужно что-то делать, какие-то аскезы совершать, чтобы энергия знания пришла. И третий краник – это энергия вечности. Три энергии сознания. Мы хотим всегда счастья, любви. Мы хотим знания и хотим вечности. Никто не хотел умирать. Мы хотим вечности, понимаете? Три энергии сознания. Когда эти три энергии сознания вступают во взаимодействие с этим миром, мы неправильно взаимодействуем с этим миром, потому что душа по природе бескорыстна. Ее природа делает что-то не для себя. Когда душа делает что-то не для себя, вообще у нее никаких проблем нет. Она живет счастливо, проблемы начинаются, когда тебе надо что-то сделать для себя. Есть потребности, потому что мы живем в этом теле. Но когда эти потребности становятся основой жизни, человек начинает сходить с ума. Он начинает страдать, потому что это сильно беспокоит. Вот, допустим, собаки почему бегают постоянно, суетятся? Кошки мяукают. Потому что они постоянно сосредоточены на потребностях своей жизни. Вот эта сильная сосредоточенность на потребности жизни называется жизнь в страсти. Или жизнь, при которой страх или желание завладевают человеком. Понимаете? Жизнь в страсти. Жизнь в благости – это когда преобладает энергия души. Это означает, что ты хочешь делать добрые дела, желать всем счастья, терпеть, прощать. Значит ли это, что ты не нуждаешься ни в чем? Нет, не значит. Это просто твоя жизненная позиция, это твой волевой фактор сработал. Человек все равно хочет кушать, всегда дышать. Страх присутствует. Страх означает желание квартиры, машины, денег, власти, еды, женщин, мужчин. Ну то есть, понимаете, это означает страсть или желание жить. Но это желание жить с позиции не души, а с позиции просто тела. Потому что тело и психическое, и физическое нуждается в выживании в этом мире. Понимаете? Но есть еще позиция души. Позиция души – это когда ты включаешь другие механизмы победы над судьбой. Эти механизмы и продлевают жизнь, и делают человека здоровым и успешным. Это механизмы бескорыстия, а не сосредоточенности на своих проблемах. Вот я вам объяснил абьюзер, да, допустим. Если я мужчин воспринимаю как насильников, до свидания, вообще нормальная жизнь. Это становится невыносимо. Потому что ты контактируешь с энергиями, которые тебя гасит. Ты уже не будешь счастья с мужчинами иметь. Поэтому, если ты видишь, что люди, допустим, неправильно себя ведут, надо их терпеть, прощать, то есть включать энергии души. Вот из-за того, что у нас есть эгоизм в жизни или желание самосохранения, поэтому все эти три энергии души, у души нет желания самосохранения, у нее есть желание самоотдачи. Но так как душа попала из духовного мира в материальный, здесь включилось желание самосохранения. И в результате энергия счастья, энергия счастья или желание любви превращается в эксплуатацию энергии счастья. Вот как эксплуатация энергии счастья в нашей психике проявляется? В виде лени. Вот что такое лень? Ну, тебе хорошо, когда человек ленится, он бежит, допустим. Уже хорошо, но в это время у него копится энергия, которая сокращает его жизнь. Эта энергия называется Доша Капха на санскрите. То есть эта энергия лени, она превращается в токсины, в жир, в лишний вес. Вот сама по себе инертность, лень – это энергия, которая приводит человека к старению преждевременным и болезням. Вторая энергия, которая приводит человека к старению, это энергия, энергию счастья, когда мы эксплуатируем, это превращается в телесное счастье. Желание поесть побольше, лениться, побольше поспать – все это превращается в токсины и жир. И как смерть приходит через это? Говорят, ну, жир и жир. Первая стадия – это лишний вес, вторая стадия – доброкачественная опухоль, третья стадия – злокачественная опухоль. Первая стадия – токсины, вторая стадия – это уже хронические инфекции, третья стадия – это смерть. Это тяжелые хронические инфекции, такие как туберкулез, красная волчанка и так далее. То есть болезни системные, которые разрушают организм. Я понятно объясняю или нет? Я вам говорю системно сейчас, что с нами происходит, как происходят процессы старения. То есть есть лень, желание объесться на ночь, допустим, просто обжираться, желание ничего не делать, лениться. Это желание – неправильное понимание счастья. Потому что есть два счастья. Есть счастье – движение, радость, побед, а есть счастье – расслабление и покоя. Вот это счастье – расслабление и покоя прибудет к преждевременному старению и смерти. Это не значит, что не надо отдыхать. Отдыхать надо, но только когда устал, а не когда просто расслаблен. Есть такой синдром, когда люди в отпуск уезжают, есть такой синдром, после отпускной больничный лист называется. Вот поднимите руку, кто из вас врачей. Допустим, поликлиники там принимаете людей. Есть такие? Вот я вам точно говорю, что каждый врач поликлиники знает, что когда люди приезжают из отпуска, первое, что происходит с ними чаще всего – это больничный лист. Почему? Потому что когда человек в отпуске расслаблен, он чаще всего получает от этого просто одни болезни. Он начинает пересыпать, переедать, начинает вино там пить, балдеть ходить. Результат – болезни. Ну, конечно, бывает, люди отдыхают, они там спортом занимаются. Это уже другое, это уже правильный образ жизни. Это аскезы, это отдыхом не назовешь. Вот когда у нас люди на фестиваль «Благость» приезжают, я их спрашиваю, вы отдохнули за две недели? Он говорит, какой отдых, Олег Геннадьевич? Целый день то пробежки, то зарядки, то лекции, то концерты, то еще что-нибудь, то купание, то закаливание. Какой отдых? Я говорю, ну, вам хорошо очень. Ну, то есть настоящий отдых, оказывается, это не отдых, это что-то другое. Это когда тебя вовлекают в какие-то радостные и правильные вещи, которые меняют жизнь и как бы раскрыляют тебя, и тебе от этого становится хорошо. Итак, три энергии души. Первая энергия – желание счастья. Неправильное использование превращается в лишний вес, токсины, и это энергия старения. Вторая энергия – знание. Когда ты, допустим, хочешь узнать больше, чем тебе положено, напрягаешься сильно, или, допустим, сильно реагируешь, знание для тебя – это какая-то отрицательная информация. Сейчас люди постоянно смотрят, смотрят в интернете эти отрицательные новости все. Там в Мозамбике, как бы крушение самолета произошло. В Зимвабве люди голодают. Еще где-то, еще то. И ты все это читаешь, хватаешь. А все, что бы ты не воспринял, это ты связываешься в психическом теле с этим объектом и получаешь осквернение. В древней культуре считалось, что вообще людям не надо говорить отрицательные новости. Это неблагоприятно. Нужно больше позитивных новостей, поменьше отрицательных, потому что люди от этого связываются с этими отрицательными энергиями. И у них включается механизм саморазрушения, который называется Доша Пита. Пита означает деструктивный огонь. Что такое неправильная энергия знания? Это когда человек очень сильно нервничает, обижается, в негативе находится. У него страдает мышление от того, что он много негатива хватает в свое сознание. И вот этот негатив превращается в Дошу Питу. Что это такое? Это очень сильная чувствительность в психике, сильный жар в теле, нервное раздражение, раздражительность, гневливость у человека. Воспалительные процессы начинают включаться в это время. И первая стадия деструктивного влияния вот этой энергии знаний неправильно, она же прет внутри, энергия знаний, душе нужна, душа не может без нее жить, но мы неправильно используем. Мы постоянно думаем о негативе, плохо думаем, постоянно напрягаемся психически, злимся на всех, всех не любим, негативно воспринимаем все. Это превращается в Дошу Питу, это накапливается внутри. В результате начинаются воспалительные процессы в организме. Первая стадия воспалительных процессов. Вторая стадия, первая стадия жар просто в теле. Просто жарко, человеку жарко. Вот если, допустим, лень копится или энергия счастья неправильно движется в организме, то человек просто переедает, у него лишний вес. Если человеку копится неправильное мышление, неправильное реагирование на мир, плохое настроение копится, это превращается сначала в жар. По ночам плохо спать, тебе тяжело. Очень сильная чувствительность, аллергия потом начинается или еще что-то. То есть сначала сильная чувствительность, тебе все неприятно, все плохо, тебе все раздражает. Обидчивость, ранимость, гневливость. Потом дальше вторая стадия, ну жар сначала пошел в теле, да? Или вот эти эмоции отрицательные, плохое настроение, постоянно плохое настроение. Вторая стадия, дальше оно не зря тут лежит, оно же заряжается. Люди на меня смотрят, радуются мне, а мандарины от этого заряжаются. А потом я заряженный всем раздаю. Все же радуются мне, на меня смотрят, я хороший. Мне все радуются. Мандарины заряжаются. Техника такая. Это даже с древней культуры все существует. А потом я раздаю, вы идите, и вам лучше становится. Итак, дальше поехали. Ну я на вас тоже смотрю, радуюсь. Поэтому они тоже заряжаются из-за этого. Потому что вы тоже хорошие. Когда люди хотят, решили менять себя, они стали хорошими сразу, по определению. Все люди, которые хотят менять себя, хорошие всегда. А которые не хотят себя менять, плохие. Но мы должны их хорошими считать тоже. Итак. Сначала жар в теле. Потом дальше воспалительные процессы. А потом дальше язва желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет. Это все болезни жара в теле. Они превращаются в аллергии тяжелые всякие. Системные заболевания вот эти в виде, допустим, ревматизма там и так далее. Это все результат жара в теле. Туберкулез. Тоже результат. Хроничные киевирусные инфекции тоже. Результат жара в теле. Жар дает микровоспаление в капиллярах. На них садится вирус. Поэтому смотрите сразу вывод. Если человек живет в отрицательных эмоциях, иммунитет на вирусы нулевой. То есть, когда ты всему рад, всем счастлив, всем прощаешь, у тебя нет почвы для того, чтобы вирус сел в организм. Поэтому Высоцкий пел, что как бы хорельки, не сдержанные люди, кто как бы заболевает. Ну то есть, это факт. Сто процентный факт. Итак, следующее. Энергия вечности. Вот энергия вечности означает, что мы все принимаем, мы нормально ко всему относимся. Вот допустим, человек настоит на обстановке, один человек радуется жизни, всем желает счастья, всем улыбается, другой ждет автобус. Он притягивает глазами. Вот это называется неправильное отношение к вечности. Это ждать. Вот допустим, вот закончу работать, тогда будет счастье. Закончил работу. Вот приду на остановку, тогда будет счастье. Пришел на остановку. Вот сяду в автобус, тогда будет счастье. Сел в автобус. Вот доеду до дома, тогда будет счастье. Доехал до дома. Вот приду домой, тогда будет счастье. Пришел домой. Вот включу телевизор, тогда будет счастье, включил, а там тоже такой же механизм, потому что весь фильм основан на том, что будет в конце. Вот все время тебя тянет в конец, что там как бы все, счастье в конце. Это жизнь страсти, всегда счастье в конце. Ты смотришь, ждешь, когда счастье будет, там нужен акшен, потому что постоянно что-то происходит. Вот если, допустим, все нормально, человек идет по улице, улыбается, неинтересный фильм. Надо, чтобы что-то произошло, кто-то стрельнул, кого-то убили, кто-то за кем-то погнался. Ну, что-то примерно так, вот идет, вот так вот примерно весь фильм. Интересно, да? Почему? Потому что страсть человека движут к концу. Вот он такой фильм посмотрел, там всех поубивали, главный герой остался жив, все нормально, вот как и должно было быть. Ничего нового не показали. И дальше ты идешь спать. Все, дальше небытие. И так весь день. Вот когда выучусь в школе, тогда буду счастлив. Вот поступлю, когда в институт за экзамены сдам, тогда буду счастлив. Ладно, экзамены сдам, вот когда закончу институт, он меня уже задолбал, тогда буду счастлив. Вот на работу хорошую найду, тогда буду счастлив. Вот ипотеку выплачу, это уже там в зависимости от твоих амбиций. Или 10 лет, или 20, или 30 даже. Я вчера узнал одного знакомого, что его друзья взяли в Москве ипотеку на 30 лет. Дом себе, как под Москвой дом, как под Москвой дом, дом под Москвой. 55 тысяч в месяц, 30 лет. А если у тебя аппендицит вырезать будут? Или у тебя геморрой вылезет? Ну, все же, как бы, всякое же бывает в жизни, мы же не знаем. И что тогда, как ты будешь выплачивать ипотеку, в больнице или лежа? Да никак, это просто афера, понимаете? Человек думает, что он все время здоровым будет 30 лет, что ли. Все будет нормально, а если вы разведетесь, что тогда? А на ком оформлено это? А если на тебе, то тогда тебе одному потом платить. Это вообще просто, ну люди, вот это мышление откуда берется? От страсти. Человек думает, что надо бежать вперед, надо что-то хватать, и тогда будет счастье. Счастье от этого не зависит. Счастье зависит от того, что ты в настоящее время вошел. Вот когда ты справился с этими энергиями, которые у тебя в психике душат, вот тогда счастье. Есть энергия суеты, она вперед человека тащит. Есть энергия склонности воспринимать негатив, жар в теле возникает. И есть желание расслабиться и ничего не делать. Лишний вес, токсины. Все, вот это три желания, которые убивают человека. Теперь что делать? У нас в организме есть пять психических цилиндров. Ну то есть, есть как бы такие вот зоны, каждый отвечает за свое. Вот первый психический цилиндр, он вокруг человека, как бы вот так вот, энергетический. Он отвечает просто за контакт с природой. Вот если, допустим, вот этими энергиями, тремя, допустим, какой-то из них одной засоряется, вот первый психический цилиндр, то у человека начинаются проблемы с климатом. Ему тяжело температуру переносить, давление, влажность. У него проблемы с окружающими людьми, он их не переносит. Это тоже первый психический цилиндр. Почему это происходит? Ну потому что у тебя косяк какой-то внутри. Или ты суетишься, или ты очень сильно перенапрягаешься в мышлении, или очень сильно негатив ловишь, или просто ленишься, ничего не хочешь делать. Все. Вот одна из этих пяти энергий накапливается, из этих трех энергий накапливается в первом психическом цилиндре, и что дальше с тобой произойдет? Ну выбирай сам. Первый вариант. У тебя будут проблемы с климатом. Ну какие-то там, допустим, давление страдать от погоды, или солнце ты не будешь переносить, или ветер. Вот. Второй вариант. У тебя будет сниженная работоспособность, допустим, тебе тяжело будет работать. Переносить людей будет. Третий вариант тяжело. Это все первый психический цилиндр. Как он очищается? А все очищается одинаково. Вот все пять психических цилиндров одинаково очищаются. Просто разница в том, что каждый психический цилиндр глубже находится, и достать его тяжелее. Вот, допустим, чтобы очищать первый психический цилиндр, нужно, допустим, идти 44 минуты примерно, ну таким бодрым шагом, или неподвижно стоять 12 минут, или поститься полдня на воде. Ну, то есть каждый из трех энергий старения побеждается двумя аскезами. Вот, допустим, если ты хочешь шлень убрать внутри вот этой энергии жира и токсинов, то тогда нужно длительное движение совершать непрерывное и пост на воде. Если ты одновременно будешь две эти аскезы делать, у тебя жир, лишний вес, токсины из организма уйдут. И склонность к инфекции, потому что склонность к инфекции в основном состоит из токсинов, лишнего веса и чуть-чуть жара тоже. Это тоже, ну, иммунитет снижает. В основном эти две вещи. Ну, то есть, вот лишний вес для людей говорят, я, Олег Геннадьевич, что-то пащусь, а не худею. Ну, во-первых, надо понять, что жир находится не на первом психическом цилиндре, а на третьем. Поэтому, если ты полсуток постишься, то ты просто не доходишь до этого места, где жир находится. И ничего, худеть ты не будешь. Понимаете? Итак, давайте я не буду, буду последовательным, да? Итак, первый психический цилиндр – это… Ага, отлично. Ну, вы поставьте сверху, чтобы они заряжались. Опа-да. Во! Отлично. Вот так, да, чуть-чуть, чтобы оно не… Ага, вот так, отлично, все. Во! Мондаринки ваши стоят. Ладно. Итак, второй психический цилиндр связан уже с телом. Это поверхность тела, это слизистые оболочки, это кожа. Вот. На втором психическом цилиндре находится… На первом психическом цилиндре находится у человека на уровне психики… Вот первый психический цилиндр, я про психику еще не сказал. Там находится у человека сон и память. Поэтому и хорошо спать, когда на свежем воздухе прошелся просто, с климатом взаимодействие произошло, и сразу раз – и заснул. Это самая поверхностная зона психики – сон. На втором психическом цилиндре находится эмоции человека, вот эта вот раздражительность, гневливость. Это второй психический цилиндр, он связан с кожей и слизистыми оболочками. И поэтому, когда люди раздражительные, гневливые, у них часто бывает что? Кожные болезни и аллергии. Гастриты эти все – это тоже слизистые оболочки. Гастриты, циститы, воспаление кишечника – это все слизистые оболочки. Это означает раздражительность, гневливость. Это или эмоции человека. Бывают положительные эмоции, бывают отрицательные эмоции. Положительные эмоции никогда не дают болезни. Но эмоции находятся на втором психическом цилиндре, это не так глубоко. Чем глубже, тем больше аскез надо, дольше аскезу надо совершать, чем глубже, чтобы ее достать, эту болезнь. То есть болезни кожи, болезни слизистых оболочек. Там же лимфатические системы находятся на втором психическом цилиндре. Там же находится иммунитет. Понимаете? Это все второй психический цилиндр. Вы не устали? Нет. Нет? Интересно? Вот, допустим, у вас болезнь кожи. Вы не сможете ее вылечить, если вы идете, допустим, 40 минут. Надо уже идти, не 44, а 88 минут для того, чтобы достать до кожи. Вот лечить кожу хотите, да? 88 минут идти или 24 минуты неподвижного положения тела или сутки уже по 100. Ну, чтобы до кожи достать, до слизистых оболочек достать. Вы не сможете лечить желудок, если вы ходите 20 минут. Надо уже ходить 88 минут. Или бегать в два раза меньше, то есть 44 минуты бежать, чтобы достать до желудка, чтобы он лечиться начал. Или 24 минуты неподвижно стоять вот так вот. Лучше возле дерева, потому что деревья еще сильнее статическую энергию улучшают. Третий психический цилиндр связан с сосудами, мышцами, суставами. И он же связан с мышлением. Сейчас современная работа, у всех большинство людей работают чем? Мыслями. Они думают. Это работа в компьютере, надо думать. Понимаете? Работа в компьютере или думать, когда перегружают человека, то страдает третий психический цилиндр. Означает сосуды, мышцы и суставы. Поэтому большинство людей сейчас умирают от сосудов, от суставов, то есть вот эти болезни века. Понимаете? Сосудистые поражения, эти все там инфаркты, инсульты. Это все результат мышления. Понятно? Третий психический цилиндр. Достать можно только уже полуторасуточный пост на воде. Или 36 минут неподвижного положения тела. Или 44 умножить на 3 ходьбы. Или 66 минут бега. Можно дойти до туда. Вот сосуды лечить. Вот, допустим, человек говорит, я бегаю 44 минуты, а у меня суставы не лечатся. Потому что ты до них не добрался. Суставы находятся глубже. Поэтому нужно бежать уже 66 минут. Или идти в 2 раза больше. И тогда суставы начинают уже лечиться. Что значит лечиться? Это значит, что туда-туда поступает энергия. Энергия в организм поступает через аскезу. Вот психическая энергия основа для того, чтобы жить. Психические каналы забиваются нашими чем? Ленью, плохими мыслями и суетой. Три энергии, которые забивают психические каналы. Если они забивают на третьем психическом цилиндре, чтобы вытащить оттуда эту энергию блока, убрать. Для этого нужно идти уже 44 минуты умножить на 3. Паститься полутора суток и неподвижное положение тела 36 минут, чтобы добраться до третьего психического цилиндра. Четвертый психический цилиндр связан с ним все внутренние органы. Печень, почки, щитовидная железа, сердце, половые органы. Еще глубже. Это значит, еще дольше надо совершать аскезу. Мне говорят, Олег Геннадь, я каждый день хожу, чего я болею. Не надо ходить каждый день, надо ходить долго. И тогда ты сможешь вылечиться. Потому что 44 минуты умножить на 4 уже только добираются до четвертого психического цилиндра. А по-другому ты не вылечишь. Тебе надо двое суток на воде поститься, чтобы до туда добраться, до печени, чтобы ее лечить. Она не будет лечиться раньше. И человек прямо это чувствует. Он постится, допустим, полутора суток, и последние полсуток он чувствует, печень начала ныть. Значит, лечится. Ты до нее добрался. А человек не хочет, чтобы она ныла. Потому что мы боимся лечения, мы хотим умереть. Вот суставы начали ныть, лечиться. Человек боится уже ходить. Он думает, у него суставы разрушатся. И так далее. То есть, когда что-то ноет, это значит лечится. Понимаете? А мы думаем, что это умирает, значит все. У нас неправильное мышление. Нервная система или психические болезни, допустим, находится на пятом психическом цилиндре. Это значит, что надо уже 44 минуты умножить на 5 идти. А то это быстрым очень шагом. Понимаете? А если обычным шагом, то четыре с половиной часа. Надо ходить раз в шесть дней для того, чтобы вылечить психику и не быть психом. Чтобы у тебя мозги не крутило. А по-другому никак, мои дорогие друзья. Или два с половиной суток поста. Или уже час неподвижного положения тела. Лучше возле дерева. Стоять. Три кита здоровья. Неподвижное положение тела. Длительное непрерывное движение. И пост на воде. Теперь как это делать? Допустим, ходьба. Иди как можешь. Не надо бояться, типа специально надо учиться ходьбе. Вот иди радостно просто. Радостно иди, и ты будешь, когда ты радостно идешь, не думаешь о проблемах. Включай лекцию, когда ты идешь. Потому что, если ты включаешь лекцию наставника, то у тебя уже на позитив сразу. Контакт с хорошим человеком на позитив. Или вместе весело шагать по просторам. С хорошим человеком, значит, позитив. Значит, птички поют. Все хорошо. Вы получаете здоровье в это время. Я за хлебом каждый день хожу. Чего я не выздоравливаю? Ну, потому что ты думаешь о хлебе в это время, а надо желать всем счастья. У тебя неправильное настроение. Человек любит природу, да? Немало давно жизнь земли и равнина морская. Он любит природу. Все невкусно, мы говорим. Он этот мир угрозит, какое saúde все же. Он про來到 трон и вечер». Продолжение следует...